Что важнее, жизнь человека или формальная процедура? Кажется, для нашего государства второе. Во всяком случае, именно об этом свидетельствует продолжение истории о трагической гибели жены экс-министра Куанды Кабишимбаева Салтанат Нукеновой. Друзья, привет, я Тимир Галиахат, это Прямо Покунаева, и мы начинаем. После смерти Салтанат казахстанцы стали активно поддерживать петицию против бытового насилия на сайте otenesh.kz. Документ, призывавший к ужесточению уголовного и административного законодательства для семейных тиранов, набрал свыше 150 тысяч голосов. Казалось бы, после реформы Конституции на такое волеизъявление народа власти должны были бы обратить внимание. Закон, касающийся вопросов общественного контроля, гласит, цитирую, «По итогам присоединения поддержанной считается петиция, которая получила не менее 50 тысяч голосов граждан Республики Казахстан в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства Республики Казахстан». Конец цитаты. Но буквально на прошлой неделе стало известно, что Министерство юстиции отказалось рассматривать петицию против бытового насилия. Узнав об этом, мы отправились в Павлодар и встретились с сайтпеком Нукенова. В эксклюзивном интервью нашей редакции он поделился своим мнением. Брат погибшей, Салтанат Нукеновой, уверен, власти не хотят признавать петицию из чувства страха. «Возможно, среди общих мнений лидирует мнение о том, что данная петиция, во-первых, давайте начнем, что ладно, окей, как она оформлена, на ком сайте, то есть, ну, это 150 человек просто обращаются к государству, к нашему слышащему государству, который вот так вот однозначно слышит, и говорит, идите еще раз 150 тысяч проголосуйте. Если говорить про петицию как не к юридическому документу, а к тому, что люди обращаются, да, к государству, здесь лидирует мнение о том, что не хотят создавать прецедент. То есть, данный прецедент, если бы на эту петицию была бы реакция, появились бы новые петиции, новые петиции по всем проблемам и вопросам, скрылись бы все вот эти раны гнойные какие-то, начали бы все новости об этом говорить. И то есть, если бы народ понял, что у них есть инструмент для воздействия на государство, для того, чтобы достучаться, получить какие-то изменения реальные при помощи этих петиций, это было бы прецедентом, что еще 150 тысяч петиций начнет появляться, и это все правительству придется отрабатывать. И днести ответ, как они работают по этим петициям, что они делают по ним. То есть, соответственно, видимо, здесь нет желания со стороны правительства отрабатывать и иметь больше работы, мягко говоря. Официальная версия, которой придерживаются в Министерстве юстиции, обращение отклонили из-за того, что она не соответствует формальным требованиям закона. Официальная платформа для петиции уже разработана и сейчас проходит процедуру регламентации деятельности на уровне подзаконных актов. Вторая причина – сроки. Дело в том, что сам процесс сбора подписей против бытового насилия начался еще до реформы Конституции. А значит, по мнению чиновников, именно это волеизъявление народа можно игнорировать. Касательно той петиции, которая набрала оборот, соответствующее количество подписей, она была размещена, насколько мне известно, в 2021 году и в настоящее время большое количество людей к данной петиции присоединены. То есть, само по себе иницирование петиции было еще до вступления стандартизированных подходов по петициям. Третий аргумент вице-министра меня и вовсе шокировал. Алма Муканова заявила, что сомневается насчет переноса статьи, предусматривающей ответственность за побои и домашнее насилие из Кодекса административных правонарушений в Уголовный кодекс, как она выразилась, чтобы не вызывать увеличение преступного населения. Она также добавила, что административные дела решаются быстрее уголовных. И вот с последнего утверждения я, конечно, был в шоке. Удивил меня сегодня и министр цифрового развития Бардат Мусин. Когда журналисты просили его, когда же начнет работать официальный сервис по приему петиции, он ответил следующее. Конечно, готовится. А когда нам это готово? Есть же закон. Мы в соответствии с законом включим, когда там есть облагательная норма. Мы к этому времени, когда она должна работать, мы включим. При этом на сайте электронного правительства услуга электронное обращение есть. Если нажать на кнопку «Подать обращение», вас перебрасывают на сайт eutnh.kz. Но получается, что по факту все это пока просто декорации. И надо ждать, когда чиновники из разных ведомств сделают свою работу. А пока жизнь продолжается, законы против бытового насилия по-прежнему несовершенны. И в любой момент в Казахстане могут появиться новые жертвы, как салтанат Нукенова. Помня об этом, я решил побывать в поселке Ленинский по Абладарской области, где она похоронена. Буквально месяц назад после смерти салтанат Нукенова информационное поле нашей страны было сбудоражено. И о петиции, о поддержке закона о бытовом насилии нашей стране говорил разве что неленивый. И вот спустя буквально месяц небольшим наш Миньюз готов выкинуть 150 тысяч собранных голосов в мусорку. А люди, которые тогда хайповали на этой теме, сейчас молчат. Лично я с этим категорически не согласен. И вот сегодня я приехал в поселок Ленинский по Абладарской области, где похоронена салтанат. Джатхан Джеринг, Джайль Восни. Как рассказал Айдбек Нукенов, его сестренка салтанат была доброй и отзывчивой. Она улыбалась при встрече, могла выслушать и помочь советам. Так она была очень активная, всегда в движении, всегда у нее были какие-то идеи. Она всегда была вдохновленная. Мне нравилось то, что она делает. Мне нравилось и то, что она помогает, и то, чем она занимается. Строуге она там еще не с 8 лет занимается. И первую книжку, когда я сама мама подарила. Когда я была 8 лет, я вот она увлеклась этим. Такой человек был очень светлый. Всегда смеялась, всегда где она приходила. Все хотели с ней пообщаться, посидеть, провести с ней время. Что если то, что-то интересное рассказывала, растеркулировала, рассказывала про Джейс Пензу, такие вещи всегда. Поэтому всегда было интересно ее слушать. Она консультациями, которыми занималась. Помогала девочкам. Она очень часто отдала бесплатные консультации. Проброводила ее. Они взглядом на их стоимость, на все. Тем девочкам, которым это действительно нужно было. И они тоже сейчас пишут, что она... Эта девушка пишет, как в тяжелый момент с Алтой ей дала бесплатные консультации. Потом еще поддерживала морально. И как это сильно изменило ее жизнь. Да, то есть очень часто она вот так помогала. У меня про Салту, наверное, в первую очередь... То есть с первого дня, наверное, вот как с 9 ноября у меня почему-то перед глазами стоит первый день, когда ее домой перенесли. У меня почему-то эта картинка отчетлива. Так как маленькую привезла. Подозрение на кровать положили. Она лежала, там молчилась такая. Кроме всего прочего, я не мог не спросить Юайтбека про решение Минюста по поводу петиции о семейно-бытовом насилии. Вы знаете, да, петиция была привычно осознана в 2021 году. Перед тем, как ее распространять, я тоже посмотрел, что как бы на 2021 год, возможно, там что-то настоявшее неактуальное, может быть, что-то еще... Вообще, насколько она легитимна. Я с несколькими юристами был, кто в этом настояле, мне ее в том числе и скидывал, по сути дела, проконсультировался. Мне сказали, что она рабочая, если уровень, да, 50 тысяч классов нужно набрать, когда ее рассмотрим, окей, мы пошли, запустились, сяли, начали ее все активно поддерживать. Мы, по сути дела, 50 тысяч там в первый день набрали. То есть в первый день у нас, когда мы начали, уже было порядка 40 тысяч. Просто люди, чтобы отдать вот эти 150 тысяч голосов, столько времени потратили. Это были на тот момент проблемы с смс-ками, проблемы с сайтом, он не загружался у многих. Потом была какая-то додос атака, то есть вообще положили кто-то, заказал этот сайт, чтобы он не работал. Вот. То есть в итоге люди вместо 50 тысяч голосов отдали. Это экономически активное население образованной страны, которые реально приложили усилия, чтобы отдать свой голос, чтобы произвести какие-то изменения. Обидно, в первую очередь, за них, сколько сил они потратили. И это так, получается, служащие государство ответило людям, которые к нему обратились. Это так, получается, отнесли их к 150 тысячам человек. Айпек готов уже в новой редакции и на новой платформе снова выложить петицию для сбора подписей. Сейчас он занимается волонтерством и в память о своей сестренке помогает всем женщинам и девушкам, которые попали в тяжелую ситуацию. Я же в заключение хочу от себя добавить несколько слов о важном. Да, с формальной точки зрения власти, может быть, и были правы в том, что отклонили петицию против бытового насилия. Да, документ был создан еще до конституционной реформы. И еще раз, да, он был размещен не на госресурсе. Но все это не важно. Речь идет о безопасности людей. Мы не можем поставить жизнь на паузу и ждать, когда чиновники напишут некие правила, циркуляры и инструкции. 150 тысяч казахстанцев уже выразили свою волю и недвусмысленно дали понять. Мы хотим, чтобы закон воспринимал бытовое насилие как серьезное преступление. Наше мнение имеет значение и с нами надо считаться. Потому что жизнь каждого человека важна. И жизнь Салтана Тнукеновой тоже. На этом у меня все. Ну и по традиции не забывайте ставить лайки, активно комментировать и подписывайтесь на наш канал. Вам не сложно, а нам важно. И помните, мы согласились на эту площадку на условии отсутствия цензуры. И именно поэтому говорим о том, что мы считаем важным. Увидимся завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok